Кора муравьиного дерева, что это такое? Народ говорит, ой, что это, прочитаешь про вашу кору муравьиного дерева в патологии? Прям панацея. Ну да, если кора муравьиного дерева является противополистарным, противобактериальным, противовирусным и противогрибковым средством, такой травкой, которая работает со всеми этими чужими, которых я сейчас назвала, а мы знаем, что причиной огромного количества заболеваний являются как раз вот чужие, то и получается, что в принципе, принимая кору муравьиного дерева, мы решаем огромное количество проблем, связанных с нашими болезнями, связанных с нашим здоровьем. Я хочу рассказать такой маленький опыт или немаленький, например, про папиломовирус. У нас была такая история в Хабаровске, одна женщина очень серьезно болела, мне было воспаление нелегких, прям такого уровня, что реально она очень сильно болела и никак не могла поправиться, ее там уже и на гормоны, и куда только не садили. И наши просто, ее подружки, наши тетушки-скулы решили попробовать такую схему. Они взяли ударную дозу, 10 капсул коры муравьиного дерева на завтрак, на обед и на ужин, то есть три раза в день. Такую ударную дозу она пила три дня, и через три дня, когда пришли доктора в понедельник утром на обход, то они обнаружили, что у нее очень-очень хорошая динамика. И она не стала бросать, она пропила кору муравьиного дерева по 7, три дня по 6, три раза в день, три дня по 5, и так вот по убывающей схеме ушло на этот курс 5 банок. Ну, все увеличилось здоровенькое, крепенькое, хорошенькое, пошла на работу. А через два месяца обнаружила, что у нее отвалились все папиломки, которые были на теле. И мы реально поняли, что кора работает с папиломовирусом. Ну, в принципе, наверное, учитывая, что с вирусом работает собственный иммунитет, а кора является хорошим иммуномодулирующим средством. Мы стали пробовать. Реально, ребята, работают. Я не могу сказать за всех, не могу дать каких-то гарантий, но у нас очень много людей, у кого отвалились папиломы на коре на такой схеме. Ведь мы должны знать, что если, допустим, у нас на шее папиломовирус, если у нас на шее папиломы, то значит, у нас весь кишечник уже высылан папиломами, в принципе, как ковер. Поэтому есть над чем поработать, есть.